Халюк, Билл Генер и Анжелина Джоли в эпической драме о Марии Каллас. Что ждать от фильма? Тайны кастинга. Каан Урганджолу сыграет в экранизации Музея Невинности от Архана Памука. В турецкой индустрии сериалов нарастает напряжение в ожидании официального объявления актерского состава предстоящей экранизации Музея Невинности. Я напоминаю, что этот проект основан на одноименном романе лауреата Нобелевской премии Архана Памука. Компания Айяпым активно готовится к началу производства. Сериал будет состоять из девяти серий и будет транслироваться на цифровой платформе Netflix. Режиссерское кресло займет Зейни Бгюнай, а сценарий напишет Эртан Куртулан. Источники, близкие к производству, сообщают о возможном камео самого Архана Памука в одном из эпизодов, что добавит проекту дополнительную значимость и аутентичность. Любопытно, что сериал будет использовать нелинейное повествование с временными скачками, и это потребует особого мастерства и актеров, и сценаристов. Процесс кастинга проходит с особой тщательностью. Множество молодых актрис уже прошли пробы на ключевые женские роли Фюсон и Сибель. Ожидается, что сериал будет содержать ряд провокационных сцен, что может вызвать большой общественный резонанс. Кто читал эту книгу, тот прекрасно понимает, о чем идет речь. Действительно, в Турции подобные сюжеты раньше практиковались, но это было в эпоху ешельчам. Сейчас, в последние лет 20-30, такого предпочитают не делать. Известная журналистка Аберсиан Алтунташ сообщает, что продюсеры ведут переговоры с Кааном Органжуолу, с которым они уже работали раньше в сериале «Приговор». Я напомню, что раньше продюсер Киэм Читай также вел переговоры с Силахадзином Пашалы, но они, видимо, не увенчались успехом. Непонятно, то ли сам Силахадзин отказался, то ли Архан помог его кандидатуру не одобрил, но в любом случае теперь главный кандидат на эту роль – это Каан Органжуолу. В ближайшее время уже станет известно, кто станет главным героем проекта и когда начнутся его съемки. Разумеется, большой интерес также вызывает актриса, которая сыграет роль Фюсун. Она должна быть очень красива, очень молода и очень смела, чтобы играть в подобных сценах. Актерский состав нового сериала Netflix «Письма в будущее» сформирован. Производство проекта, разработанного компанией «Оутри Медиа», начнется 3 сентября. Сюжет, основанный на компании «Турецкой почты», повествует о группе школьных друзей, пишущих письма, которые будут доставлены через 20 лет. Режиссером выступает Дженк Эртюрк. В главных ролях – Гюкче Бахадыр, Анур Туна, Эрдем Пшенаджак и Селин Енинджи. Эпик Тюркан сыграет учительницу Гюнеш Шенсой, ее дочь. Пелин Карахан и Юсуф Агюн исполнят в роли старшей сестры одной из героинь и ее мужа. Сайген Сайсал воплотит загадочного персонажа. Сценарий написан Раной Денизер. Давно я уже не видела Юсуфа Агюна на экранах. Очень приятно, что он продолжает работать и продолжает сниматься в сериалах, тем более на Netflix. Я уже рассказывала об этом проекте, выглядит довольно интересно и будет любопытно посмотреть на взаимодействие между Гюкче Бахадыр и Ануром Туна. Аслыхан Малбара посетит Венецианский кинофестиваль. Она выступит в роль представительницы известной марки, которая специализируется на винтажных моделях. Бренд приобрел мировую известность благодаря своему ретро-стилю. Специально не упоминают название бренда, поскольку это считается рекламой, а за рекламу журналисты привыкли получать деньги. Так что не удивляйтесь, когда сообщают о каком-то событии, связанном с турецкими знаменитостями, то часто опускают как раз часть рекламную. Выглядит это, конечно, немного странно, но тем не менее ничего не поделаешь. Таковы законы медиарынка. Я надеюсь, что Аслыхан на этом мероприятии будет блистать. Берсен Алтунташ сообщает, что Бестимсу Аздемир присоединилась к касту сериала «Жемчужные зерна» в роли Семирамис, возлюбленной персонажа Дзехана в исполнении Кубилая Ака. Ну, наконец-то у Кубилая появляется партнерша. Многие в прошлом сезоне переживали, что его герой один. Но, как видите, события во втором сезоне будут развиваться динамично, в том числе и на любовном фронте. Надеюсь, что второй сезон окажется настолько же удачным, как был первый, который стал одним из самых популярных сериалов прошедшего сезона. Но в этом сезоне, конечно, нужно начинать все сначала, завоевывать зрителей. Так всегда бывает. Даже самые популярные сериалы должны отстаивать свое место под солнцем. В Турдизе очень жестокая среда, где выживают сильнейшие. И совершенно неожиданная новость. Появилась информация, что Мехмед Акиф Алакурт может стать приглашенным актером в сериале «Гений». Берсена Алтунтаж разместила эту новость в своем аккаунте в Твиттере, но затем быстро ее удалила. То ли это был фальстарт, то ли действительно переговоры с Мехметом ведутся, пока не совсем понятно. Я напоминаю, что он решил полностью уйти из Турдизи и в течение многих лет жил как отшельник, периодически устраивая какие-то скандалы в социальных сетях со своими неожиданными и достаточно резкими репликами по поводу турецких сериалов и людей, которые там работают. Но, тем не менее, он остается одним из самых любимых и самых востребованных турецких актеров, настоящая суперзвезда. И если действительно его уговорят хотя бы на приглашенную роль в сериале «Гений», я напоминаю, что главную роль играет Араз Балут и Немли, то это будет событие, которое всколыхнет всю индустрию. Так что посмотрим, насколько эта информация окажется правдивой. Популярный турецкий сериал «Жемчужные зерна» готовится к выходу второго сезона. Съемки начнутся 3 сентября. Производством по-прежнему занимается компания БКМ для телеканала «Канал-Д». Новый сезон привлекает внимание зрителей, которые ожидают продолжения истории Дильбер и Азима, ставших феноменом в прошлом сезоне. К актерскому составу присоединились новые лица. Среди них Бестимсу Аздемир и Айтек Шаян, который сыграет полицейского по имени Вилли. Ожидается, что появление новых персонажей добавит интриги в сюжет сериала. Я напоминаю, что Айтек Шаян в прошлом сезоне также играл полицейского в сериале «Беспощадный» и, видимо, с этой ролью перекочевал в новый сериал для него. Такое бывает. Иногда характерные актеры работают в одном и том же амплуа, ну а создателям сериалов проще в таких случаях не заморачиваться, а выбрать того актера, который прекрасно показал, на что он способен в предыдущей роли. Популярный турецкий сериал «Зимородок» готовится к выходу третьего сезона. Съемки начнутся 30 августа, а премьера нового сезона запланирована на 13 сентября. Первыми на площадку выйдут Афра Сарачолу и Берил Пазам. Новый сезон стартует с временного скачка, показывая главных героев Сейран и Ферита живущими раздельно. Сюжет ведут новых персонажей Синана и Диар, но актеры на эти роли пока не объявлены. Мерт Рамазан Демир, исполнитель роли Ферита, присоединится к съемкам на следующей неделе после отпуска на Бали. Как я уже и говорила ранее, теперь главных героев будут показывать отдельно, поэтому пока у них совместных сцен не будет, но я думаю, что в ближайшее время они как-то пересекутся и начнется любимая игра турецких сценаристов от ненависти до любви и в обратную сторону. Надеюсь, что этот сезон будет все-таки получше, чем был второй. Новый турецкий сериал с участием Мурата Елдырыма и Эбру Шахин получил окончательное название «Тайный сад». Производством занимается компания TMC Film под руководством Эрула Абджи. Проект, ранее известный как «Найди меня», привлекает внимание интригующим сюжетам. Съемки проходили в разных локациях. Мурат Елдырым работал в Маракеше, городе Марокко, откуда родом его жена Эман Элбани, а Эбру Шахин снималась на Северном Кипре. Ожидается, что сериал вызовет большой интерес у зрителей. Я надеюсь, что это окончательное название сериала и больше оно меняться не будет. Очень сложно уследить за тем, как меняются названия турецких сериалов. Всегда перед выходом в эфир что-то такое происходит. Почему они поменяли прежнее название тоже не совсем понятно. Но надеюсь, что это никак не скажется на успехи этого проекта у турецкой аудитории. Цифровая платформа Netflix приобретает права на фильм «Мария» с Анжелиной Джоли в главной роли, режиссером которого выступает известный режиссер Пабло Лорайн. В фильме также снимался актер Халюк Белгенер, который исполнил роль греческого бизнесмена Аристотеля Анасиса, одного из самых богатых людей в мире. Картина расскажет о последних днях жизни знаменитой греческой оперной певицы Марии Каллас. Я напоминаю, что картина будет представлена на Венецианском кинофестивале. Так что в ближайшее время, я думаю, мы увидим Халюка Белгенера и Анжелину Джоли на красной ковровой дорожке этого кинофестиваля, что, конечно, очень приятно. Оказывается, актеры турецкие не только представляют бренды на этом кинофестивале, но также участвуют в программе наравне с мировыми знаменитостями. Известная журналистка Берсена Алтунташ сообщила, что актеры Пенар Денис и Каан Йилдеры скоро поженятся. Счастливая пара поделилась радостной новостью со своими близкими. Долгожданная свадьба состоится в середине сентября. Напомню, что пара приняла решение пожениться еще год назад, 6 августа, планируя провести церемонию в Великобритании. Изначально свадьба была запланирована на лето этого года, но планы были отложены. Сначала они выбирали дом для совместной жизни и занялись его оформлением. Пенар Денис, уставшая после трех сезонов сериала «Приговор», отказалась от всех предложений на этот сезон. Актриса, давно мечтающая о замужестве и материнстве, ранее заявила, «У нас нет планов на свадьбу этим летом, но все может измениться в любой момент». Теперь стало известно, что пара уже некоторое время готовится к свадьбе, которая состоится в середине сентября. Появились слухи, что после новости о свадьбе пара может вскоре поделиться новостью о пополнении семьи. Ох уж эта Берсен, по-моему, она сообщает о том, что кто-то станет бабушкой и дедушкой даже раньше, чем об этом сообщили сами счастливые родители своим семьям. Ну что поделаешь, таковы законы турецкого шоу-бизнеса. В любом случае, я поздравляю пару, они очень долго в месте, они уже приняли решение. Так что все остальное только техническая вещь. Когда состоится свадьба, где состоится, это уже не так важно. Главное, что это свадьба, которую они готовили очень долгое время. Ну а то, что их немного поторопили, ничего страшного, такое бывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 По ссылке на видео, которое вы видите прямо перед собой на экране. Приятного вечера и до завтра!